Главное событие, которое касается войны в Украине, сегодня происходит не на фронте. В Брюсселе проходит встреча контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн». Глава Пентагона уже пообещал украинским военным помощь в доставке оружия и боеприпасов, и подготовке солдат, а также заявил о расширении так называемой «танковой коалиции». И, по его словам, уже восемь государств готовы поставлять Украине танки «Леопард». Что ж, и поговорим об этом с генерал-майором запаса СБУ, экспертом по нацбезопасности Виктором Ягуном, который прямо сейчас к нашему эфиру присоединяется. Виктор Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Конечно же, наш первый вопрос по этой встрече в формате «Рамштайн» про оружие. Что является уже безусловным договоренным, уже оговорено безусловно, что будет поступать в Украину на фронт, самое важное, по вашему мнению? Самое важное, по моему мнению, это, наверное, все-таки логистика. Потому что сейчас мы входим как раз в тот период, когда поставка боеприпасов, поставка материально-технического обеспечения топлива, это основное, на что надо обращать внимание. Поставки должны быть очень быстрыми, сверхбыстрыми, я бы так сказал. Потому что от этого будет зависеть интенсивность боев, от этого будет зависеть подготовка войск к последующим контратакам или атакам. И решение этой задачи чрезвычайно важно. Это первый вопрос. Второй вопрос все-таки расширения производства этих боеприпасов, потому что уже столкнулись с вопросами о том, что некоторые виды вооружения либо не могут поставляться, либо поставляются в ограниченном количестве, потому что их просто нет на складах у некоторых стран НАТО. И их увеличение производства в некоторых моментах до 500% позволит закрыть эти вопросы. Например, несмотря на все усилия Германии, она так и не смогла найти достаточные запасы боеприпасов к зенитному танку «Гепард». Гепард, не Швейцария пока что не приняла никакого решения, Бразилия отказалась поставлять эти боеприпасы. И Германия договорилась и будет запускать производство этих боеприпасов на своей территории. И таким образом она обеспечит Украину этими боеприпасами. То есть решение таких вопросов в ближайшее время очень для нас критично. Ну и понятное дело, что окончательно решен вопрос с танками. Действительно, уже 8 стран, там 9 страна на подходе. Это решается вопрос с Финляндией. Ну, Финляндия там, она говорила, что мы можем помочь не сколько танками, сколько материально-техническим обеспечением этих танков, возможно, ремонтной базой. Они обращают внимание, что мы находимся на границе с Россией, и поэтому нам самим надо как-то обеспечить свою безопасность. Но помочь они все равно будут, помогать они все равно будут. Ну и решение еще каких-то там вопросов по тому, по расширению, кто может дострелять танки. В первую очередь, те страны, которые имеют их в наявности и могут снять даже с вооружения в ущерб себе. Ну, как пример, можно привести Данию, которая, правда, не танки, а самоходные артиллерийские установки «Цезаря». Полностью весь комплект, который у них был, они передали Украине, сказав, что, наверное, Украине они более нужны, чем нам. Мы в свое время все равно получим их от Франции, а сейчас они нужны на фронте. То есть вот такие жердовные вещи тоже говорят о многом, о том, что изменяется отношение к этой войне, понимают, что Украина фактически находится на передовой борьбы демократии против зла. И действительно, в Украине сейчас решается судьба, если не всего мира, то Европы однозначно. Ну и последнее, это, наверное, переход этого рубрикона, который называется «Истребитель». Я думаю, что окончательное решение будет принято буквально в ближайшие дни. А учитывая то, что наши летчики уже проходят обучение в некоторых странах, кстати, в том числе и в Соединенных Штатах, я думаю, что решение этого вопроса – это буквально перспектива ближайших месяцев. Да, Виктор Николаевич, вот прямо сейчас, пока вы отвечали на мой первый вопрос, появилось новое видео с заседания в Брюсселе. И это министр обороны Украины Резников на встрече в Рамштейне намекнул, что Украине могут передать Су-27. Давайте посмотрим на этот намек, он довольно яркий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кажется, он в очень хорошем настроении, да? Ну, смотрите, про самолеты, которые бывшего Советского Союза и России находятся на вооружении некоторых стран, об этом уже давно говорили. Стоял вопрос только очень простой. Это ротация, то есть поставка этих самолетов взамен на самолеты западных образцов. И решение этого вопроса в том числе лежало и через позицию Соединенных Штатов, Великобритании. И мы действительно ожидаем того, что некоторые страны передадут нам свои самолеты буквально в ближайшее время. Это ИСу-27 и МиГ-29. И думаю, что это они нам тоже очень нужны. Но вопрос остается вопросом. Мы все-таки надеемся на то, что мы получим истребитель западного образца, и это кардинально поменяет ситуацию на фронте. Но проблема очень простая. Проблема в том, что очень много вооружения, которое может использоваться, в том числе и ракеты с дальностью полета до 400 километров, именно с самолетов западного образца. Поэтому даже не надо очень большого количества, хотя бы одну эскадрилью. И это уже решит очень много вопросов в нашу пользу. Виктор Николаевич, немножко другая тема. Мы уже два дня обсуждаем некий бронированный поезд Путина. Неудивительно, что он боится летать на самолетах, особенно в какие-то свои южные резиденции. И предпочитает теперь путешествия на поезде. Мы уже показывали нашим зрителям, что там есть три бронированных вагона. Там, где едет Путин, там, где едут его сопровождающие. Там, где спецсвязь везет все это дело, три локомотива. Но я спрошу, пожалуй, прямо. Действительно сложно ликвидировать поезд? Насколько это даже утверждается, что почти невозможно его отследить? Так ли это? Ну, это неправда. На самом деле, такие поезда, они существуют в некоторых странах. Они существовали и в Российской империи, они существовали в Советском Союзе. Это так называемый ликерный поезд. Обеспечение его прохождения. Это очень серьезное было мероприятие, которое обеспечивал Комитет государственной безопасности. Там были целые учебники по прохождению этих поездов. Как их надо было обеспечивать, как надо было освобождать отдельные линии. То есть этими поездами пользовались и советские, аналогичными, будем так говорить, поездами пользовались и советские руководители. Надо отметить, что сейчас в Украине тоже существуют такие специальные поезда, потому что у нас в связи с военным положением отсутствует возможность принятия самолетов. А вы, наверное, обратили внимание, что огромное количество наших партнеров, руководителей высшего ранга посещают Киев. И они посещают именно используя специальный, правда, не поезд, а специальные вагоны, которые прицепляются к обыкновенным пассажирским поездам без расшифровки их назначения. То есть они действительно со стороны выглядят, как обыкновенный валон. Ну, единственное, что они не бронированные, просто никто не акцентирует внимание, что это за поезд, что это за валон, на самом деле. И поэтому большинство людей, которые ели в крутом поезде, даже не знают про это. А то, что Путин пересел на поезд, это очень знаково, потому что действительно отслеживать самолет намного проще, а эшелонов очень много, и они могут потеряться в количестве на таком пространстве. Отслеживать поезд реально, если поставить себе такую цель, я думаю, что очень реально. Потому что даже если пускается самолет обманка, который вроде как бы должен перевозить Путина, а на самом деле он перемещается поездом, то есть моменты, которые отсвечивают то, что именно поездом передвигается тот рядовой человек, ну, именно литерным поездом. Потому что прохождение этих поездов сопровождается очень большими такими мероприятиями, и эти мероприятия нельзя просто так скрыть. Ну, разве что они просто, по большому счету, прикрываются какими-то другими мероприятиями, проездом каких-то специальных поездов без расшифровки. Ну, я не думаю, все-таки Путин очень боится смерти. Во-первых, он боится смерти, а во-вторых, я уже неоднократно говорил, что он очень боится именно нападения с воздуха. С воздуха, это можно было обратить внимание, когда он на одном из выступлений акцентировал внимание на уничтожение Соединенными Штатами генерала Квир, ну, корпусу... Стража Исламской революции. Стража Исламской революции, да, Сулеймани. И он, знаете, не каждого генерала, наверное, Путин знает по имени, и как он на самом деле где-то там был уничтожен. А это он очень четко знает, понимает, и понимает, какая именно беда может его касаться. И это его очень тревожит. Поэтому появляются всякие там прикрытия с неба, поэтому появляется очень большой страх посещения больших мероприятий. где его может идентифицировать и определить, что именно это он, и он там принимает участие в этих мероприятиях. Поэтому паранойя, она с каждым годом у него увеличивается. Я думаю, что психологически это ему не помогает. Поэтому появляется кличка «Бункерный дед» в том числе. Если вам понравилось это видео, поставьте, пожалуйста, ему лайк. Так вы поможете нам распространять ролики. И обязательно подпишитесь на канал «Ходорковский лайф», если почему-то до сих пор этого не сделали.